МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! У нас вечер. И я решил, наконец-таки, записать видео про свои вторые похождения в суд Солт-Лейк-Сити, которые были связаны у меня с нарушением правил дорожного движения, но, говоря местным языком, спидинг. То есть, что у меня случилось? Мы как-то возвращались с дочерью из бассейна. И, в общем, я ехал какой-то там проселочной дорогой практически. И было воскресенье, 12 часов дня. То есть, как обычно, начинаются такие рассказы. Ничего не предвещало беды. И тут мы просто выезжаем из-за какого-то поворота, и мне навстречу бежит просто полицейский с радаром. Я такой, о, боже, вот мы и встретились. Когда бы еще? Вот. И он мне, значит, начинает такой, как обычно, мы сидим в машине, ничего не делаем, руки на руле, полицейский что-то там ковыряется, спустя там минут семь он к нам подходит. Такой-то, такой-то, такая-то машина. Да-да-да, это я, товарищ, нарушаемый. Я говорю, знаю. В итоге я на сколько нарушил? Знак был 25, а я ехал 40. То есть, мое превышение было 15 миль. Что, в общем-то, биг дел. Он посмотрел на меня, что вроде бы приличный человек, посмотрел на дрожащую сзади в халате Еву после бассейна. В общем, как-то чувак немного так проникся и расчувствовался. И, в общем, такой смотрит на нас, говорит, вы понимаете, что, типа, вы это нарушили на 15 миль? Говорит, да, понимаю, все вообще признаю. Потому что, ну, здесь как бы с полицейским там выйти из машины и решать какие-то вопросы, это бесполезно. Ты проще совсем согласиться, признать вину и получить какое-то помилование. Он такой, говорит, ладно. Я, говорит, не могу тебе сделать ворнинг, ну, типа предупреждение, потому что вот у меня камера, я все снимаю, как я на тебя там бежал с радаром, я тебе напишу минимально возможное здесь нарушение. Это что ты превысил скорость на 5 миль. Я говорю, ну, в общем, дай бог тебе здоровья. Я говорю, а дальше-то что? Говорю, сколько это стоит? Говорит, я ничего не знаю. Ну, естественно, откуда он знает с такой дезинтеграцией полнейшей. Вот, значит, говорит, тебе придет уведомление, говорит, счастливого пути, не нарушай. Тут вообще дети, бассейн, все дела. Говорит, да-да-да, вообще, all on me там, как бы, чувак. Ну, не чувак, как бы офицер. Все, больше не буду, все, обещаю. Ну и все, значит, я приезжаю домой. Буквально через несколько дней мне приходят уведомления с тем, что мне нужно оплатить штраф в 155, хочется сказать, тысяч долларов. Нет, в 155 долларов. Это за 5 миль превышения. Мне прям интересно стало, сколько бы за 15 было, то есть долларов 300, наверное. Ну что же, я иду со всеми этими делами в суд. Прихожу в суд, говорю, здрасте, говорю, что будем делать? Говорю, вот штраф, говорит, ну оплачивайте. Я говорю, хорошо, говорю, но как бы я еще хотел бы встать на путь исправления, говорю, чтобы послушать там какой-то курс или как у вас все это выглядит. А делается это для чего? Потому что если я плачу штраф, мне начислят какие-то баллы, поинты здесь, и их передадут в мою страховую компанию. Страховая компания посмотрит на меня, скажет, ага, значит, нарушаем. Не такой ты и хороший товарищ. Мы тебе прибавим за это стоимость твоей страховки. А надо сказать, я только нашел на этот год какой-то хороший план. Моя страховка 1700 долларов в год, и она включает две машины и дом. То есть я плачу по 150 долларов в месяц комплексно за дом и за две машины. И не хотелось бы это все менять в большую сторону. Говорю, значит, хочу встать на путь исправления. Говорят, хорошо, штраф сначала оплатите, а потом приходите в суд и узнаете, можно ли вам встать на этот путь исправления или нет. Ну, у меня как бы начинаются округляться глаза, как бы, говоря, в чем дело? Говорят, ну, они проверят все ваши рекордс и скажут, может, вы какой-то злостный нарушитель, и больше вам никаких курсов не положено. Значит, шаг первый. Я оплатил штраф, 155 долларов, назначил дату следующую. То есть мне сказали прийти на следующую неделю, там, в понедельник, что-то к 8 утра, чтобы узнать, могу ли я встать на путь исправления. Прихожу, таких, как нас собирается человек, наверное, 20, какой-то дедушка с кислородной маской, такой прям удивляет, как ты-то, старик, сюда попал. Вот. В общем, совершенно разноплановый народец. И нас начинают по списку зачитывать, вызывать и говорят, вы можете, вы не можете. И в таком порядке очередь доходит на меня. Говорю, здрасте, да, это я. Говорит, и мне они, значит, говорят, вы у нас молодец, соответственно, можете взять курс и встать на путь истинный. Я говорю, хорошо. Как его взять? Говорит, ну, у нас тут два варианта. Либо приходите к нам в суд и прослушиваете его, и сдаете экзамен. Либо получаете ссылочку и все это делаете дома. Я говорю, ну, конечно же, дома. Говорит, дома дороже. Я говорю, сколько? В суде 80, дома 100. Я говорю, бог с вами, давайте дома. Беру, значит, всю эту бумажку со всеми явками, там, паролями доступа, всеми делами. Прихожу, значит, домой. Думаю, ну, что удовольствие растягивать. Думаю, начну сразу все делать. Открываю, а там три часа. Там трехчасовой курс. И ничего скролить, как бы проматывать нельзя. То есть ты должен определенное время находиться на странице, чтобы потом ответить на вопрос. Ну, в общем, собрав всю волю в кулак, я прошел это за один вечер. Ну, так как бы оно все понятно, все хорошо. Но вот эти вот идиотские там всякие вопросы по поводу какой-то там страховки несовершеннолетних, как бы, ну, это здесь при чем, как бы. Но они, видимо, пользуясь случаем, хотят дать тебе такой широкий спектр знаний, обзорный курс. В общем, я промомукался с этим целый вечер. Сдал этот, значит, тест в конце. Этот тест теперь надо взять, распечатать. На бумажку он почему-то не влазит. Какой-то огромный PDF-формат. Я какими-то там скриншотами это все собирал. В общем, о май гад. В итоге, что мы имеем в сухом остатке? За мое превышение в пять миль. Я, значит, первый раз сходил в суд, потратил полчаса. Потом я сходил еще на час в суд, чтобы узнать, могу ли я податься на этот курс. Потом я смотрел видео чуть более трех часов. И потом я ездил отвозить эту бумажку, что я прошел этот курс еще полчаса в суд. И в итоге, что мы имеем? Из-за этой всей хрени я потратил пять часов в своей жизни и в общей сложности заплатил 225 долларов США. И, в общем, теперь у меня, значит, такой пробейшен на шесть месяцев. Это как бы испытательный срок, что если я не нарушу по подобной статье, у меня не будет какого-то рецидива. То с меня все спишут и я буду снова белый и пушистый. Но, в общем, в такие моменты действительно думаешь, стоит ли оно вообще в следующий раз нарушать или нет. Потому что у тебя, по сути, уходят на это полдня твоей жизни и 225 долларов за пять миль превышения. Вообще, мое общение с полицией здесь это было в третий раз. Первый раз это было пять лет назад. Я ездил снимать программу Орел и Решка Юта. Да, да, это все звучит как будто из прошлой жизни. Но это было великолепное приключение. Получился великолепный выпуск. Я вот ссылочку сейчас куда-нибудь сюда вот повешу. Посмотрите, все они безразличны. Это было очень здорово. И ехали мы, в общем, с девушкой-продюсером. Объезжали всякие локации перед съемками. И вот так же тоже в каком-то уездном городе мы съехали с хайвея. И я даже не понял, что мы оказались в городе. Ну, в смысле, это город, это вот там заправка, кафе, магазин. И мы вот едем. И я что-то как ехал там что-то там 50, там 60 или сколько миль. Вот. А знак там стоял 40. И за нами тоже как-то вот так неспешно ехал коп. И я вообще думал, он как бы за нами или нет? Как бы без мигалок, что-то без всего. Ну, в общем, мы как-то пристали у магазина. И он за нами. Ну, и дальше началось как бы здрасте, здрасте. А вы как бы в курсе? Мы такие, а как бы нет? Что, а что мы в городе? Он такой, да-да-да. Ну, и начинает как бы понимать, что перед ним два каких-то иностранца. То есть, что вообще происходит? Ну, и тут мы решили как бы отмазываться по полной. Начали мы ему рассказывать историю вообще, что мы здесь делаем. Что вот есть передача, что мы, значит, будем сейчас снимать. Показали ему там с ютуба кусок. И, в общем, офицер, надо сказать, проникся этой темой. Говорит такой, wait a minute. Как бы, говорит, вы, как бы, что хотите юту вот на весь мир там показать, вот сделать ее популярной? Мы такие, да, бинго, офицер. Как бы, да, за этим и едем. Он такой, о, ну, говорит, вообще молодцы, говорит. Значит, говорит, вот тебе, говорит, предупреждение. Говорит, больше так не делай. Говорит, и давайте там снимайте хорошо. Я буду за вами, типа, следить. В общем, мы такие, хух. И уехали. Это было мое первое общение. А второе, еду я совершенно от приятеля посереду бела дня. По проверенной уже улице, по которой я ездил там 150 тысяч раз, с мигалками за мной едет полиция. Я знаю, что я, как бы, не нарушаю скоростной режим, ничего. Ну, я съезжаю. Минут 15, наверное, я сижу в машине, думаю, может, он все-таки не за мной как-то ехал. Может, он как-то ошибся. Чего мы сидим? И, как бы, выходить нельзя. И вот ты сидишь, ждешь, и вот он, наконец-таки, идет с каким-то своим там планшетом, что-то там начинает мне рассказывать. Он такой, говорит, вы думаете, я вас остановил за спидинг? Как бы, я говорю, не знаю. Говорю, наверное, нет. Говорю, я ехал нормально. Он говорит, да, вы ехали нормально. Говорит, у вас другая проблема. Я говорю, какая? У вас фара одна не горит. Я говорю, да, возможно. Говорит, и так нельзя. Я говорю, хорошо. Вот, говорит, вам бумажка. Значит, поедете, почините фару. Поедете потом вот с этой бумажкой в суд. Позовете оттуда какого-то там дежурного. Выведите его. Дадите ему бумажку. Поморгаете светом. Там покажете, что у вас все починено. Он там распишется и как бы отпустит вас. Я такой, как бы, серьезно. Говорит, да, говорит, ну, у вас на это вот там, типа, неделя. Ну, прекрасно. То есть, впереди выходные. Как бы мне вот... Это называется, чем бы еще заняться? В общем, я в итоге звоню жене. Дорогая. Я буду часа через два. Еду в ближайший какой-то сервис. Меняю эту проклятую лампочку там за 8 долларов какую-то. Все, мне это прикручивают обратно. Еду в суд. Ну, как бы это все. Оно 5-10 минут езды. Ну, то есть, ты приезжаешь в сервис. Из сервиса едешь в суд. Выходит какой-то чувак, который, да, вот знает, что его будут на такие дела вызывать. Поморгал светом. Он говорит, да, да, молодец. Что-то там расписался. Я говорю, что? Говорит, ну, все, говорит, я эту бумажку вот отправлю обратно в полицейский участок. И вот так вот у меня полтора часа времени просто ушло вот в никуда. Как это? Как сделать человеку хорошо? Надо ему сделать плохо, а потом как было? Вот такая вот история. Вот. В общем, у меня было вот три таких общения с полицией. В итоге один раз нарвался на тикет. Но в целом, как бы, все более-менее спокойно и как-то так без лишних движений здесь происходит. И действительно, пока еще, ну, я скажу заюту, полицейский это какой-то такой символ, какой-то вот порядка, спокойствие. И человека, который может тебе там помочь что-то с машиной, поменять колесо, ты можешь обратиться по ряду там вопросов. У них есть много ответов. Вот. Так что вот такие дела, друзья. Друзья, в общем, не нарушайте, следите за своей машиной, проверяйте фары, тормоза, там все что угодно. Клейте стикер обязательно с годовым осмотром и все в таком духе. В общем, такие дела. Спасибо, пока.